ООН развязывает руки Тегерану. После восьми лет пристального контроля за ракетными программами подсанкционного Ирана, Исламская Республика впервые с 2015 года сама будет вправе решать, кому и когда экспортировать собственные ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля. И, что самое прозаичное, первым же официальным покупателем подобной продукции хочет стать Россия. Та, которая вместе с другими членами Большой Восьмерки в свое время и ввела против Ирана эмбарго. Кроме исламских шахедов, которыми Путин регулярно терроризирует мирные украинские города, Кремль отчаянно нуждается и в иранских твердотопливных ракетах класса Земля-Земля, а также мобильных комплексах баллистических ракет малой дальности. Сейчас россиянам это необходимо. То есть они сейчас не располагают достаточным количеством боеприпасов для того, чтобы угрожать Украине в полной мере. Поэтому, я думаю, они будут весьма рады, если Иран предоставит им эти баллистические ракеты. Идет речь о ракетах «Фатех» и «Зульфагар». То есть это баллистические ракеты с дальностью порядка 300 километров. Несмотря на, казалось бы, относительно небольшую дальность, ракеты эти для нас крайне опасны. Опасность этих ракет в том, что и «Фатех» и «Зульфагар», у них отделяемые оголовки. И, в принципе, они уже на траектории снижения, их очень сложно уже заметить. То есть для того, чтобы определить траекторию, определить точку встречи против ракеты, нужно видеть точку пуска. То есть определить всю баллистическую траекторию такого рода ракеты. Это достаточно неприятная штука, с учетом того, что у нас достаточно ограниченные средства есть, для того, чтобы отражать баллистические удары. Но и возможности Кремля не безграничны, уверяют военные эксперты. Ракеты эти, хоть и иранские, но стоят не меньше европейских. За каждую Путину придется выложить по миллиону долларов. В лучшем случае и то только официально. Кроме твердой валюты, Тегеран попросит у Кремля куда больше. Взамен России придется предложить Ирану такое, чтобы их заинтересовало в борьбе с Израилем. И даже в этом случае маловероятно, что Москва получит хотя бы сотню ракет малой дальности. Повлиять на ситуацию на фронте существенно они не смогут. Сейчас они пластические российские понты, умноженные на такой, знаете, инфернальный ужас того, что придется потом в аду в виде трибунала в Гааге отвечать за те преступления, о которых вы говорите. Наоборот, пустые разговоры официальной Москвы о наращивании военного потенциала заставили наших западных союзников сплотиться еще сильнее. Так страны НАТО пообещали и уже готовят к отправке в Украину дополнительные средства ПВО и боеприпасы к ним. А это значит еще большую защиту наших городов.